Как провести выходные в Приморье? Когда рабочая неделя близится к концу, время строить планы на выходные. Но куда отправиться? Если море наскучило, а организовать выезд палатками не получается, стоит обратить внимание на места, которые не отнимут много времени на дорогу. Урвать кусочек природы и зарядиться впечатлениями – все это возможно. Парк Белый Лев – это уникальное место. Известно оно тем, что здесь собрана самая большая коллекция диких кошек на Дальнем Востоке. Огромный парк размером в 70 гектаров неподалеку от села Тимофеевка Надеждинского района Приморского края сначала был приютом для изъятых из незаконного содержания медведей. В то же время в зоопарке Садгород под Владивостоком рождалось все больше потомства, и чтобы соответствовать нормам содержания животных, их необходимо было расселять. Так организаторы приняли решение отправиться до новых жителей. Позже парк получил название Белый Лев в честь двух белых львиц – Тая и Луны, попавших в Приморье из Европы. В Белом Леве живет 8 львов, 3 из них – белые. Помимо Тая и Луны здесь живет белая львица Сирона из Крыма. Их сородичи тоже содержались в неволе. Львы, Гефест и Симба – узники городской жизни, выросшие в квартирах, не понимавшие, как вести себя в Прайде с другими кошками. Однако в условиях зоопарка городские коты уже освоились и принесли потомство. Также в зоопарке живут амурские тигры и одна тигрица – помесь амурского и бенгальского тигра. Посмотреть на всех них вместе можно, приехав в вольер на специализированной машине, совсем как на африканских сафари. Безопасность на первом месте, предусмотрены ограждения, люки и система экстренного оповещения. Наблюдать за животными можно с близкого расстояния, в районе метра. Сейчас парк принимает от 20 до 40 посетителей в день. Это, конечно, не покрывает расходов на содержание, ведь только на корм животным уходит около 2 миллионов рублей в месяц. Один лев в день съедает 15-18 килограмм мяса. В месяц это 150 тысяч рублей только на еду. По кормить животных могут и посетители за 200 рублей купить мясо для хищников, за 100 – овощи и фрукты для остальных. Можно приехать и со своей едой для зверей, но на входе сотрудники ее проверят. В парке есть зона отдыха с беседками и детской площадкой. Посетители могут приехать на целый день, как на базу отдыха, приготовить еду и перекусить. Без алкоголя здесь он запрещен. А потом посмотреть на львов, медведей, волков, тигров, верблюдов и других экзотических животных. Самым интересным и увлекательным может стать общение с дикими котятами в яслях. Пока что посетители могут поиграть с тигрятами Тайфуном и Тори, но желающим нужно поторопиться. Уже скоро малыши подрастут. Входной билет в ясля стоит 1000 рублей. Происходит это так – вас запускают в домик на 10 минут. С вами находится специалист, который будет следить за безопасным общением. У тигрят есть игрушки, которые могут помочь вам в игре. Малыши достаточно озорные, но уж очень милые. Приготовьте хорошее настроение и память на телефоне. Фотографии и видео за 10 минут прибавится много. Входной билет в парк для взрослых стоит 1000 рублей. Для детей и пенсионеров он обойдется в 500 рублей. Само место достаточно просторное, но при большом потоке не хватает парковочных мест. Подъездная дорога также не в очень хорошем состоянии, но посетителей это не останавливает, ведь парк – хорошее место для прогулки с семьей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Этнокомплекс Казачий стан – это вольная казачья зданица со своей инфраструктурой и собственным подворьем. Здесь не найти асфальтированных дорожек, пластмассовых столов, ярких зонтиков навесов и других атрибутов городской цивилизации. Несмотря на то, что казачий стан находится в черте города, приезжая сюда, вы оказываетесь в деревне, где ходят лошади, звонко кричат петухи, слышен гомон гусей и уток. Казаки славятся особым гостеприимством, следуя обычаям на территории построили и оборудовали беседки и домики для отдыха. Для тех, кто хочет окунуться в уникальную культуру, администрация проводит исторические экскурсии. Можно даже примерить традиционную казачью одежду. Также здесь имеется большой домик для проведения массовых мероприятий от 20 до 60 человек. Можно попробовать себя в казачьих командных играх. Под руководством опытного инструктора игру можно организовать как для детей, так и для взрослых. Администрация говорит, что такие игры пользуются популярностью у офисных работников, так как хорошо развивают чувства команды. Программу можно составить, исходя из желаний посетителей. Также здесь доступны обучение верховой езде, индивидуальные разовые тренировки, конные прогулки по полуострову Назимова и фотосессии с лошадьми. Прогулка на лошадях – действие очень волнительное. Обойдется она вам в 2000 рублей. Все лошади очень спокойны и дружелюбны, поэтому новичкам можно не волноваться. Впечатление останется в море. Находится казачий стан в средней части полуострова Назимова рядом с береговой батареей Владивостокской крепости в районе моста через пролив Босфор-Восточный. Доехать сюда можно на автобусах, которые идут в сторону острова Русский или на личном транспорте. Изумрудная долина – это уникальный русский исторический ландшафтный парк, который находится в стиле Утесном в 6 километрах от Уссурийска. В год это место посещают более 75 тысяч туристов. Парк условно разделен на несколько зон. Инициаторы проекта воссоздали здесь человеческие жилища разных эпох и культур – от каменного века до казацких острогов и азиатских пагод. Здесь можно узнать, как жили местные средневековые народы – бахайцы и джорджини, приобщиться к культуре Старой Руси, познакомиться с тем, как шло освоение Сибири. Отдельное внимание уделено соседям Приморья – Японии, Корее и Китаю. В парке можно посмотреть на работу кузнеца и гончара, здесь проходит этнофестиваль «Восточные лета» и различные тематические праздники. Имеются места для пикников, прогулок, деревянные беседки и детская площадка, лабиринт любви, парк драконов, восточный сад и спортивные снаряды. В ландшафтной зоне – озеро Лотосов и Карпов Кои, Птичье озеро и Качели. Парк «Изумрудная долина» находится в стадии интенсивного строительства и сегодня уже открыта для посещения многие исторические реконструкции. Острог, русская изба, купеческий и княжеский терем, защитный вал, жилище эпохи Кагурё и многое другое. Уже начали свою работу сувенирные лавки, открылась лавка купца Самоварова, где всегда есть горячий чай и выпечка, кафе, музей тигра и леопарда. На территории парка существует запрет на распитие спиртных напитков и курение. Парк «Изумрудная долина» предназначен для семейного познавательного отдыха. В парке можно пройти мастер-классы, поучаствовать в квестах, порыбачить, попробовать себя в ралли «Дакар» на трассе радиоуправляемых моделей. Здесь найдутся развлечения на любой вкус. Переждать непогоду можно в бесплатных беседках, расположенных на всей территории. Вдали от игровой части парка, неподалеку от кедрового леса, расположены гостевые домики. В домиках есть спальня с двухъяростной кроватью, мини-кухня, оборудованная всем необходимым, прихожая, санузел и терраса с мангалом. Отличный выбор для небольшой семьи с детьми. Входной билет в парк обойдется в 200 рублей в будние дни и 300 в выходные. Не беда, что купальный сезон скоро закончится. Зато в Уссурийской тайге вот-вот настанет золотая пора. Тепло, сухо, а главное, исчезнут клещи и комары. Наибольшей популярностью в это время у приморцев пользуются экскурсии на водопады. Водопады Края – это красивейшие уголки, спрятанные в сердце Дальневосточной тайги. Отличный вариант для похода. Некоторые из них пользуются такой популярностью среди туристов, что собирают вокруг себя толпы людей в выходные дни. Алексеевский водопад является одним из самых красивых водопадов Приморского края. Высота его достигает 14 метров. Другое имя водопада – Усталый Горыныч. Водопад расположен на реке Алексеевка в партизанском районе Приморского края. Чтобы попасть на водопад, придется подняться на партизанский хребет, а именно на северный склон горы Лысая. Алексеевские водопады состоят из каскады нескольких разных по высоте небольших водопадов. Доехать до них можно по дороге, выходящей с деревни Сергеевка. Свернув налево, нужно проехать где-то около часа по грунтовой лесовозной дороге. Но осилить весь путь на автомобиле достаточно сложно, поэтому транспорт лучше оставлять возле горы Ольховая, а потом идти пешком. Тропа до Алексеевского водопада только в одну сторону займет около часа. Особенно интересно посмотреть на водопад в период, когда в реке Алексеевка много воды. Весной во время таяния снега, либо летом после дождей, когда поток воды в реке становится сильнее. Но после дождей дороги обычно размыты, и добраться до водопада достаточно сложно. Лучше это делать в составе пеших туристических групп или на оборудованном джипе с сопровождающими. Зимой водопад обычно покрывается слоем льда, и почти все вокруг засыпает снегом. Слева от водопада на гранитной стене можно видеть незамерзающий вертикальный скат льда. Весной с наступлением тепла скат тает, и вода уходит вглубь скалы. Беневские водопады Беневские водопады – настоящая жемчужина Приморского края. На самом деле они называются Еломовскими по расположенному рядом одноименному ключу. Однако всем жителям Приморья привычнее именно вариант названия Беневские. Так называется расположенный рядом поселок. Величественные Беневские водопады питает именно Еломовский ключ. По мере спуска с гор Пржевальского он превращается в мощный поток, поэтому посмотреть тут есть на что. Народная тропа к водопадам никогда не зарастает. Туристов у этой природной достопримечательности всегда много. Волна брызг от самого нижнего водопада разбивается почти у ног, осиливших дорогу туристов. Здесь всегда высокая влажность, поэтому прохладны даже в самый жаркий день. Это важно учитывать, готовясь к походу. Посещая водопады, часть туристов ограничивается фото на нижней площадке. Другие предпочитают сбираться вверх по узкой извилистой тропе, чтобы полюбоваться панорамой водных потоков сверху. Беневские водопады интересны не только живописными водными потоками. Это уникальный уголок у Сурийской тайги, где произрастает множество видов редких растений. Путешественника ждут живописные пейзажи, деревья, ствол которых не могут обхватить даже два человека, и огромные валуны. Часть отдельно стоящих скал представляет собой так называемые столбы или карандаши. Туристы посещают эти места не только летом, но и в зимнее время. В этот сезон у беневских водопадов свое особое очарование. Под воздействием отрицательной температуры воздуха водопады частично замерзают, создавая причудливые ледяные формы. Однако по образовавшейся наледи продолжает стекать вода. Так воплощенные самой природой ледяные скульптуры постепенно увеличиваются в размерах. Добраться до водопада в зимой по извилистой горной тропе непросто, но открывающийся вид станет достойной наградой отправившемуся в поход путешественнику. Начальной точкой пешего маршрута к водопадам служит площадка в 4 километрах от села Беневское. Владельцы внедорожников могут проехать чуть дальше, так как первая часть пути проходит по грунтовой дороге. Далее она переходит в узкую горную тропу. Расстояние от нижней площадки до первого водопада составляет 8 километров. На дорогу туда и обратно уходит около 4 часов. Дополнительное время стоит выделить на привал у подножья. Там есть доски и стволы деревьев, принесенные предыдущими туристами, на которые можно присесть. Если планируется подъем к верхним водопадам, время похода увеличивается на 1-2 часа. Для маршруток к Беневским водопадам важно тщательно продумать обувь. Она должна быть на прочной нескользящей подошве, так как значительная часть пути пройдет по влажным камням. В пути также встретится несколько бродов. Если недавно шли дожди, то полезно взять с собой высокие резиновые сапоги. На нижней площадке пригодится непромокаемая или быстро сохнущая одежда. Расстояние от Владивостока до Беневских водопадов составляет 280 километров. Ехать от села Лозо необходимо в сторону села Беневское. Остановиться или свернуть направо, не доезжая до него, около 4 километров. Далее путь можно продолжать либо на внедорожнике, либо пешком. Путешествие получится насыщенным и точно запомнится надолго. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok